Христос воскресе! И живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого по учению. Сребролюбие есть идолослужение. Страшно, истинно страшно сребролюбие. Оно закрывает и глаза, и уши, делает свирепиет зверей, не позволяет думать ни о совести, ни о дружбе, ни об общении, ни о спасении собственной души. Но вдруг, отвратив от всего, делает пленников своими рабами, как некие жестокие тираны. И что всего хуже в этом горьком рабстве? Оно заставляет даже услаждаться собой. Так что, чем больше предаются ему, тем больше увеличивается удовольствие. От того-то преимущественно эта болезнь и бывает неизлечима, от того-то и неукротим этот зверь. В сребролюбие Геезия из ученика и пророка сделала прокаженным. Оно погубило Ананию. Оно сделало Иуду предателем. Оно растлило иудейских начальников, которые принимали дары и сделались сообщниками воров. Оно породило бесчисленные войны, наполнило кровью пути, плачем и слезами города. Оно и вечери сделало нечистыми, и трапезы оскверненными, и сами яства исполнило беззаконие. Потому-то Павел назвал его идолослужением, но и этим не устрашил. А почему он называет его идолослужением? Многие, имея богатство, не смеют им пользоваться, но считают его святынею и передают его в целости внукам, потомкам, не смея коснуться его как бы чего-нибудь посвященного Богу. А если когда и принуждены бывают, то бывают в таком состоянии, как будто сделали что-нибудь непозволительное. С другой стороны, как язычник оберегает идола, так ты ограждаешь золото дверями, запорами, вместо храма устраиваешь для него ковчег и влагаешь его в серебряные сосуды. Но ты не поклоняешься золоту, как язычник, своему идолу. Тем не менее, показываешь в отношении к нему всякое уважение. Далее язычник скорее отдаст свои глаза и душу, чем идолу. Так точно и любящие золото. Но я скажешь, не поклоняюсь золоту. И тот говорит, что он поклоняется не идолу, но живущему в нем демону. Так и ты, если не поклоняешься золоту, то поклоняешься демону, который вторгается в твою душу от взгляда на золото и от страсти к нему. Страсть, сребролюбие хуже демона, и ей многие покорствуют больше, чем иные идолам. Идолов во многом не слушают, а сребролюбию во всем повинуются и исполняют все, что бы оно не приказало сделать. Что же оно говорит? Будь, говорит, для всех врагом и неприятелем. Забудь природу, презирай Бога, пожертвуй собой мне, и во всем ему повинуются. Идолам приносят в жертву волов и овец, а сребролюбие говорит, принеси мне в жертву твою душу, и это исполняют. Видишь, какие оно имеет алтари, какие принимают жертвы. Лихоимцы, говорит апостол, царствие Божье не наследят. Но они и этого не боятся. Впрочем, эта страсть сама по себе слабее других, потому что неврожденная и не происходит от нашей природы, иначе она бы была в нас с самого начала. Но вначале не было золота, и никто не любил золота. Если хотите, я скажу, откуда возникло это зло. Каждый соревнуя, жившим прежде его, увеличивал эту болезнь, и предшественник возбуждал страсть к приобретению в своем преемнике. Даже против его воли. Люди, как скоро видят светлые дома, множество полей, толпы слух, серебряные сосуды, большое собрание одежд, всячески стараются иметь еще больше. Так что первые бывают причиной этого зла, для вторых, эти для последующих. Между тем, если бы первые хотели жить скромно, то не были бы учителями для других. Впрочем, и для этих последних нет оправдания, потому что есть и такие, которые презирают богатство. Да кто же, скажешь, презирает? В том-то и беда, что зло увеличилось до такой степени, что добродетель стало, по-видимому, невозможным, и что даже не верится, чтобы кто-нибудь ей следовал. Я мог бы, конечно, назвать многих и в городах, и в селах, но что пользы? Я желал бы этого, но так как оно бремя выше сил ваших, то я не принуждаю. Я только убеждаю, чтобы вы не желали чужого, чтобы уделяли и от своего. Ведь есть много таких, которые довольствуются своим, заботятся о ближних и живут праведными трудами. Почему мы не ревнуем и не подражаем им? Вспомним о тех, которые жили прежде нас. Не стоят ли досели их имения, на которых только имена их сохраняются? Вот баня такого-то, вот предместе и гостиница такого-то. Увидев это, не вздохнем ли мы тот час, представивши, сколько он трудов перенес, сколько хищения совершил, и нигде нет его самого. А его стяжанием наслаждаются другие, о которых он и не думал, может быть, даже враги его, между тем, как сам он теперь терпит величайшее наказание. Это ожидает и нас, и мы непременно умрем, и нас непременно постигнет тот же конец. Сколько, скажи мне, перенесли они гнева, сколько издержек, сколько вражды и какой плод, нескончаемое наказание, лишение всякого утешения и осуждения от всех не только при жизни, но и по смерти. Что в том, что мы видим изображения многих, поставленные в домах? Не больше ли от того плачем? Подлинно хорошо сказал пророк. Абачев суе метет со всяк живы. Попечение о таких вещах поистине есть, смятение и напрасное беспокойство. Но не так бывает в обителях вечных и в тех селениях. Здесь иной трудился, а иной наслаждается. А там каждый будет господином своих трудов и получит многообразную награду. Будем же стремиться к тому стяжанию. Там устроим себе дома, да упокоимся во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу, вместе со Святым Духом слава, вовеки. Аминь. Христос воскресенье. Аминь.